Украинская кухня во всем ее разнообразии с хорошим сервисом и высоким качеством. Киев готовится встречать и угощать гостей Евровидения. Для них есть специальные предложения. Чем будут удивлять столичные рестораны, расскажет Олеся Гурбик. Наш сет состоит из трех блюд. Это телятина, это крем-суп из квашеной капусты с гусиной печенью и черкасская утка с корнеплодами и тыквенным кремом, приготовленная в всю виде и на роботогриль. Ну и домашний компот вишневый или цитрусовый. Также предлагают авторскую настойку «Ледяная клюква». Этот сет из трех блюд в категории самых дорогих в меню. Почти 27 долларов. Его готовят по старинным рецептам. Пепельный ошейник. Готовится из телятины с помощью свита. И потом мы его обжигаем в углях, за это он имеет такой характерный черный цвет. Подаем мы с трюфельным винегретом и фондюем за карпатский сырок. Свои специальные предложения для гостей подготовили 100 лучших ресторанов столицы. Независимо от концепции, они представят обед и ужин в национальном стиле. В меню изысканное блюдо и традиционной украинской и международной кухни. В авторском исполнении. Все сеты по фиксированным ценам. 11, 19 и 27 долларов. У нас есть как котлета по-киевски в ее самом истинном проявлении, так и котлета по-киевски с фуа-гра. Борщ представлен в нескольких видах. Классический борщ, борщ с копченой грудинкой, борщ с черносливом, желтый борщ. И вареники, и деруны мы тоже сможем попробовать, но они будут выполнены по-разному. Специально для гостей Евровидения разработали коктейль «Дикое поле». В составе медовый сироп и травяные настойки. Украшают напиток ягодами в цветах логотипа конкурса. Меня вдохновили казаки. Хотел через него как-то выразить наши старые ценности через казаков. Я знаю, что казаки пили медовуху, поэтому в составе этого коктейля медовый сироп и травяные настойки. Так как в Украине очень много трав полезных, ну и это достаточно полезно. На десерт фирменный киевский торт. Его готовят по особому рецепту. Каждый корж выпекают не менее шести часов. Считается, что на вкус влияет и настроение повара. У них количество приготовлений. Они готовятся так, как готовятся на фабриках, комбинатах. Капель муки не добавляем. Всегда идет белок, орех, сливочный сыр. Больше ничего не входит. Евро Рестовик пройдет в ресторанах Киева с 8 по 14 мая. Программу лояльности разработали специалисты по проведению масштабных гастрономических фестивалей. Всю информацию можно найти на официальном сайте Евровидения.